Переда 1-0. Вот это гол. 1-0, да, очень красиво все получилось. Брис, давайте посмотрим. Не, очень хороший гол. Михаил, конечно, здорово выполнил передачу. Здесь даже вратарь уже переместился в другой угол. Итого 1-0. 1-0. Создать позиционную атаку у игроков Злобина. Поддержки нет у нападающих. Ну вот Кузнецов на дальние синие шайбы принимал. Сейчас, правда, как раз Кузнецов делает что-то 1-1. И это как раз звено Пинчука, Полищука и Кузнецова. Для себя угол, давайте смотреть. Ну и Пинчук, Пинчук хорош. Увидел накат 14-го номера. А тут кому вопрос? И к Брикуну, наверное? Ну, вообще, понятно, что он позиция. Здесь Антона, конечно, да. Это он, конечно, да. Это, наверное, даже не Антонова, а Качева, да? Вот правый план. Четвертого номера. Потому что Антонов-то с дальним играет. А вот вопрос как раз к Брикуну. Потому что из-под Брикуна вроде как вылез. Ну, он ниже должен спускаться. Но они видели этого игрока. В большинстве он порвает оборонительные планы. И здорово справляется со своими действиями. Да, вот у нас, к сожалению, не ведется в чемпионате Беларуси статистика по заблокированным броскам, по отборам и так далее. Ну, вот это вот супер. Да, вылез он и положил в девятку. Это круто. Провести почти любые. Угольников ускорился сам вдоль борта. Ягачев ему явно позицию проиграл. Здесь уже даже пытался вот ударом клюшки, шайбу как-то выбивать. Ну, Угольников сам все сделал. Вопросы к Ищепкову? Ну, честно говоря, не знаю. Во-первых, у Угольникова была хорошая скорость. Амплитуда движения хорошая была. Убирал он на удобную, в принципе. Здесь все-таки индивидуальные действия он продемонстрировал очень здорово. Поэтому тоже вратаря винить как бы это не стоит. Да, пожалуй.